Дело в том, что мы с вами живем не индивидуально, мы взаимодействуем со всем окружающим миром. То есть вам, чтобы, нам, всем, чтобы жить, нужно, во-первых, нужна земля, по которой мы должны ходить, нужен воздух, который мы будем дышать, нужна и пища, которой мы будем питать наши тела. Нам нужны тела, по крайней мере, да, вот эти физические. То есть нам нужно очень много чего взять, чтобы просто быть. То есть мы должны каждый день ежедневно чем-то пользоваться. То есть мы ежедневно чем-то пользуемся, а мы же должны, наверное, что-то отдать. Закон сохранения энергии никуда не уходит. Так вот, если человек проживает жизнь и только пользуется, ну как, он может быть хороший человек, да, никому ничего плохого не сделал. Но ведь вопрос не в том, чтобы человек ничего не сделал плохого, а что он сделал хорошего. Рак – это эгоизм. Рак – это эгоизм, когда человек тянет только к себе. Человек, который за свою жизнь ничего не сделал для общества, ничего не сделал для мира – это эгоизм. Потому что он всю свою жизнь только пользовался окружающей средой, окружающим миром, делал для себя. Рак – а как же дети, которые болеют лейкемией еще годами прожили? Рак – это когда имеется дух? Рак – да, когда, ну, примерно так, когда человек, вот человек считает, что он отдельно, вот знаете, есть такое мнение у многих людей, что я же никому жить не мешаю, как бы, я ни в чьи дела не лезу. Я, кажется, никому ничего плохого не делаю. В принципе, как бы, если меня попросить, я могу что-то сделать. Я нормальный, как мы говорим, да, хороший человек. Но этот человек, такая позиция – это противопоставление себя миру, такого, что есть я, вот я такой, со своими чаяниями, со своими мыслями, и есть мир отдельно. Но такого не бывает. Если ты так считаешь, ну, тогда не ходи по этой земле, не дыши этим воздухом, не питайся плодов этой земли. Вот тогда ты будешь один, тогда ты можешь себя противопоставлять. А раз ты живешь в этой системе, ты не можешь себя противопоставить. Противопоставляя системе себя, ты становишься вот этой вот раковой клеткой. Раковая клетка же этим и отличается от других клеток. То есть, такие же клетки, только они считают, что они отдельны от организма, и они начинают жить своей жизнью в организме. И через некоторое время они губят этим организм. Также и человек, который он считает, что он живет сам по себе и никому ничего не должен. Ну, раз он, типа, никого в долг не берет, и он никому не должен. Но это позиция раковой клетки, в этом и проблема. Именно поэтому рак так распространен в наше время.